Доброго здоровьица! Как говорится, однако доброго здоровьица! Как я выгляжу? Высший класс! Через час у меня занятия полон сил в расцвете Ну ладно, вернемся к нашему стриму Был стрим И на нем Наташа Шуклинская она сказала вот, два года назад я появилась на канале и уже год, как я не болею астмой ни уколов ничего не делала Что я хочу сказать? Я ей давно говорил что, например, от астмы ну то, что у нее было можно было гораздо быстрее избавиться если провести чистку толстого кишечника чистку печени что она боялась делать а не только одним там дыханием поменять питание, добавить еще движение то есть поменять то есть поменять поток информации, энергии и вещества которые поддерживают наш организм мы его меняем убираем разного рода препятствия которые могут быть какие препятствия? ну например, препятствия в виде загрязненности организма в толстом кишечнике в печени в целом в межклеточной жидкости которая ослабляет организм эмоционального рода шлаки разные удаляем тем самым даем энергии спокойно течь и все эта астма она исчезает то есть заболевания которые у вас до этого были и на которые вы не обращали внимания допустим какие-то простуды еще что-то еще что-то еще что-то они перестают в конце концов если вы ничего не делаете с причинами а пытаетесь их как-то корректировать как вот рекомендуют значит нам люди которые должны за это отвечать то ничего не получается вот уколы делают еще что-то делают то есть лечение такое которое возможно будет хуже самого заболевания помимо того что ты еще болеешь и ты должен еще постоянно какую-то часть своего бюджета неплохо бы его сюда направить теряешь и плюс еще ты вот эти все должен процедуру делать и прочее прочее жизнь становится крайне неудобной но если грамотно подойти как я говорил это все быстро довольно таки исчезает вот теперь вернемся к Артему Федорову он болеет бронхиальной астмой насколько я понимаю аллергического там происхождения потому что там язык белый был и так далее да Артем Федоров и вот смотрите я ему давно говорил ну как-то видите вот говорить-то говорил а можно так сказать достучаться никак не удается что надо то-то 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 сделать для того чтобы подрубить вот эти корешки ну и вот советуются в частности советуются смотрите тут разные советы идет значит Мила Висина Артем от Астмы 100% метод бутейка хорошо я написал что я думаю что в 80% случаев вот относительно к нему он может помочь но не обязательно вот есть еще 20% и в любом случае этот метод требует занятий то есть надо делать человек должен себя дисциплинировать чтобы это делать делает нет далее Мила пишет свяжитесь с Хруставка Михаилом найдите его телефон в интернете пройдите курс всего доброго вот смотрите курс как бы там прошел и все если вы не действуете на причину а думаете вот этим там курсом каким-то вы прошли он может дать вам временное облегчение а потом курс кончается а причина остается и все так же продолжает действовать то есть одного курса мало я вам все говорю важно осознанность осознанность к своей жизни анализ синтез и действия далее два дельфина пишет Надежда Семеновна считает что причина астмы поражение легких аскоридами это одна из причин обычно воспаления легких не столько будем говорить астмы но это уже смотрите когда воспаление легких от того что имеются вот эти глистые аскориды которые некоторую часть своего цикла жизни проводят в легких естественно они их разрушают от этого возникает воспаление легких если это все затягивается довольно таки долго получается хроническое заболевание воспаление легких переходящее в астму это может быть но это надо точно знать понять что у вас там было очиститесь и живи без паразитов и метод бутейка применять и что-то должно помочь что я говорил вот я говорю Артему и всем другим у вас имеется заболевание уже хроническое заболевание которое вас задолбало но вы никак не хотите понять что это заболевание оно не возникает сразу оно имеет свои причины так сказать корешки семена корешки естественно развивается уже как бы сказать полноценное хроническое заболевание вот у вас бронхиальная астма она там появилась грубо говоря там пускай там в 30 лет как правило с 20 до 30 лет вы чем-то болели а лучше еще узнать там с 10 грубо говоря до 30 лет что за заболевания у вас были на которую вы закрывали глаза которую вы пытались замазать антибиотиками которую еще чем-то там пытались просто знаете не работая над собой ага заболевание есть ангина или там простуда или там грипп мы примем вот лекарство соответствующее да и ладно и потихонечку эти причины эти причины так как на них не было действия они перерастают хроническое заболевание например вот в эту бронхиальную астму важно понимать вот вот с чего началось и если вы сядете спокойно подумайте ага у меня сейчас бронхиальная астма допустим аллергическая не аллергическая еще там какая-то вот с чего все начиналось у меня ага там с простуд простуды простуды значит внедрение гноеродной инфекции особенно допустим когда там эти самые гланды были ангины были гнойные были значит прыщи там были у вас были высыпания на губах или еще там что-то то есть у вас произошло заселение организма микробами допустим вот а именно там больше микробами гноеродными если у вас там где-то имеется сыпь на теле либо значит вот это герпесом если у вас имеется там на губах либо если язык у вас обложен белым грибница выросла то есть вот эту вот вещь надо понять как только а это все вот как раз вот эти вот все заболевания они и указывают что с вами было без всякой сдачи анализов которые вас замучают сдачи анализов сдачи там МРТ и так далее и вам скажут да у вас разрушена там допустим грубо говоря позвоночный столб суставы так далее так далее так далее но не расскажут о причинах вот и как это все устранить они просто констатация факта произойдет что у вас есть там грибки у вас есть там бактерии у вас это листы и вот это все это зараза которая привела к тому что у вас имеется так еще разок мысль мою отматывайте свою жизнь лет на 5 назад а то и на 10 вы хорошо знаете сами себя какие заболевания у вас были то-то 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 что примерно их вызывает вы тоже должны понимать для этого вот как раз необходимо самообразование что это вызывается там стриптококами ангина герпес вызывается вот это вот на губах естественно герпесов обложенный язык вызывается там молочницей и начинайте вот это все дело работать и плюс работать целенаправленно допустим с помощью каких-то ну грубо говоря трав которые направлены против глистов против грибков против микробов и плюс еще что служит средой для их появления то есть для того чтобы вся этого братья шатия появилась в нашем организме мы должны создать среду с помощью безалаберного питания то есть культуры питания у нас нету культуры здорового питания в своих книгах я как раз изложил почитайте посмотрите то есть это своеобразный вот курс обучающий и начинайте действовать а так знаете метание я вот на то а вот на это и в добавок а вот сода пищевая она сейчас не так какая там была а вот керосин чистый не чистый и так далее и вы вместо того чтобы работать можете с содой работать можете с керосином работать можете работать без 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 них я сейчас вот без всего этого обхожусь единственное я каждый день использую потребляя семена тмина об этом я говорил как я действую для чего и вы начнете все это из себя будем говорить выкорчевывать вот еще существует вот эта вот дурацкая мода на оздоровление на здоровый образ жизни ага значит вот тогда там йогой занимаемся сейчас там какими-то там пилатесом занимаемся потом там бегом трусой занимаемся потом там антлетизмом занимаемся потом неплохо бы по порфирию корнеевичу там поголодать там потом там допустим еще там медитации там еще там еще там то такое важно понимать на чем основывается жизнь человека она основывается на энергетике которая выстраивает тело физическое его поддерживает а для того чтобы понять это смотрите не на то что сейчас имеется а на то что как яйцеклетка развивалась одна клетка начала делиться и получился человек что ее заставляло делиться почему принимать вот такую форму кто стоит за тем чтобы вот это все делилось и принимало соответствующую форму задайте себе вопрос и попытайтесь на него ответить это ваша энергетика которая вам дало пространство чтобы вы могли стать по-настоящему человеком жить здоровой жизнью и вот с ней то надо работать немножечко я отошел в сторону и что еще хочу сказать знаете меня окружают люди жена дочка сын друзья и так далее всем я им говорил всем я им показывал они меня видят я вижу их будем говорить как бы сказать изъяны в здоровье как можно все это устранить сделать но их это особо не интересует вот знаете когда так сказать прижмет вот тогда что-то там они начинают делать пока не прижало ничего не делают и я просто-напросто уже будучи 68-летним человеком думаю да зачем мне их за собой тянуть что-то им навязывать и когда ты начинаешь навязывать несколько давить ты становишься там плохим вот последний один из последних случаев был я встретил 20-летнего мужчину уже мужчина потому что он уже умудрился развестись и он подошел ко мне и говорит вот Петрович нету тут где-нибудь бассейна а я говорю зачем тебе бассейн да вот у меня спина болит поплавать чтобы расслабить я говорю у меня есть такая штука которая быстро там нормализует твою спину ну и дальше распрашиваю что там спина болит и днем и ночью я говорю ну а врачи что предлагают а врачи предлагают собрать полмиллиона говорит если я сделаю операцию ставим спицы металлические да и все вот и это далее ну приходи ко мне он говорит у меня еще ноги разные то есть нога одна короче другой примерно где-то на полтора сантиметра а я говорю а что же они сказали о чем они сказали там перемена климата при переезде то есть ребенком с одного места жительства переехал другое и вот это якобы повлияло вот такое объяснение ну ладно приходи первое же занятие гравитационной гимнастикой первое же упражнение у него ноги выровнялись это для него явилось чудом они стали одинаково а то были вот так вот он бегал смотрел ё-моё ё-моё я ему сказал приди через два дня чтобы закрепить нет он пришел на третий день ноги опять сдвинулись но зато боли дальше позанимался по моей программе по моей программе на тренажере Сергея Прокопича Кривых гравитационной гимнастикой самодумывая но я этим всем делом руководил смотрел на человека как что ему сделать и рекомендовал и так далее стал совсем другим говорит появилась энергия то есть все пятое десятое исчезли боли все переехал опять к себе там куда-то на родину с этого места на другое или от других людей то есть я не не хочу никого тянуть никому ничего навязывать вот оказывается вообще-то имеется информация если вы ее захотите получить она не только у меня на канале она вообще имеется в виде литературных источников в виде там разного рода а это только ее надо просто-напросто взять из достоверных источников вот лично я благодаря тому что все это делал я считаю что у меня идут достоверные источники с учетом индивидуальной конституции возраста сезонов года намного и плюс еще вот этих всех ваших так сказать эмоциональных накоплений черт характера то есть я вот так копнул я создал целую систему естественного образа жизни по-настоящему создал а не просто здоровый образ жизни там футбол погоняли штангу потягали там растянулись и пятое-десятое вот так что никого не тяну хотите пожалуйста смотрите читайте потихонечку пробуйте но исчезает и рекомендации дают не то чтобы избавиться от прыщика там избавиться от грубо говоря там от псориаза там еще чего-то там каких-то или там глистов или еще речь идет о том чтобы нормализовать в первую очередь внутреннюю среду вашего организма от которого зависит здоровье нормализовать вашу энергетику которая обеспечивает вас вашу вашу нормализовать вашу эмоциональную составляющую и все это дело поддерживать течение жизни бросите опять все что было пойдет назад вот что я хотел сказать и все это дело делается если правильно делать это делается очень быстро приносит такие результаты которые вот Наташа Шуклинская говорит ой у меня в водках я ничем не болею а то там болело до таких случаев особенно в 90-е годы когда в моей книге там появились и народ начал делать тысячи но потом вот мода якобы прошла книги прошли нету ни книг ничего кто-то может там и продает это но ко мне не обращается насчет того чтобы переиздать мои книги или еще там что-то делать может там они потихаря там издают там рубят бабки и дают все ничего этого нет поэтому я просто вот смотрю на вас и мне почему я и стримы особо там не веду или еще что-то там повторяю нету в подавляющем большинстве работы над собой хотят с помощью чего-то знаете рецептика какого-нибудь не напрягаясь не надуваясь излечиться и опять продолжать делать то же самое наживать себе эти болячки вот несколько так сказать спутано но тем не менее я постарался до вас донести информацию о том что те волшебные вещи которые могут случиться с вашим здоровьем благодаря вашему же применению труда они они просто напросто ждут когда вы повернетесь по-настоящему к самому к себе начнете работать над своим здоровьем хоть немножечко хоть немножечко а так не понимая ни причин ни следствий перескакивая там с одного метода на другой якобы тот лучше тот не лучше рассуждая и запутываясь вот всех этих дрязок ничего толком не будет вот поэтому работайте над собой изучайте для этого вам дается жизнь чтобы вы постигли самого себя и в конце концов начали понимать а для чего вы живете это очень большой вопрос большинство не знает для чего оно живет но отсюда результаты во всем мире вот такие вот 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 Продолжение следует...